Реалити проект «Идеальная жена» Реалити проект «Идеальная жена» Это телекурсы для всех представительниц прекрасной половины человечества, которые мечтают стать не просто супругой, а стать настоящей идеальной женой. Благодаря урокам моды и красоты, кулинарии и фитнеса, стрип-пластики и тренингу стопроцентной женщиной вы станете королевой в гостиной, хозяйкой на кухне и куртизантой в постели. На кастинг, объявленный телеканалом МТелевизион, пришли участницы в возрасте от 18 до 55 лет для занятий у ведущих специалистов всем премудростям женского дела. Однако до финала реалити проекта «Идеальная жена» дойдут лишь 10 претенденток, по мнению членов жюри. А победители определят телезрителя в ходе интернет-голосования на сайте телеканала МТелевизион. Аппаратная и лазерная косметология с каждым днем все больше вытесняет привычное средство ухода за кожей. Однако отказываться от кремов и тоников косметологи, конечно, не призывают, но вот совмещать привычно и инновационное надо уметь. А кто этому научит, если не профессиональные косметологи медицинского центра «Лакшери»? Партнер проекта – Центр лазерной и аппаратной медицины «Лакшери». Лен, Центр лазерной косметологии «Лакшери». Чем он выгодно отличается от всех остальных, представленных в нашем городе? Наш медицинский центр «Лакшери» представляет самую инновационную технологию. Это представленный очень широкий спектр услуг. У нас самый большой выбор инъекционных методик, оригинальных препаратов, лучшие косметологические линии для взыскательных, роскошные косметические линии. Лиана Ульянич – главный врач медицинского центра лазерной и эстетической косметологии «Лакшери». Врач-дерматокосметолог, врач-дерматовенеролог, постоянный участник международных конгрессов в области косметологии. Алиночка, рассказывайте, с чем вы пришли, что вас беспокоит? Ну, я бы хотела, наверное, задать вам пару вопросов по поводу кожи. У меня смешанный тип лица, смешанный тип кожи, и хотелось бы узнать, уточнить, как лучше за ней ухаживать, какими средствами пользоваться. Пробовали ли вы какие-то аппаратные методики? Нет, еще не пробовала ни разу. Я вам очень хочу порекомендовать самую последнюю инновационную технологию, немецкого качества, аппарат «Ёнто Сона Эффект». И вот я вам хочу порекомендовать самую последнюю новую инновационную технологию, локальный динамический микромассаж. Это «Ёнто Сона Эффект». Это самая последняя новая технология, которая включена. Это ультразвук, который использует до 10 микро-герц, и воздействует на кожу, улучшает качество кожи. Очень хорошо будет. Вы увидите после первого применения мгновенный лифтинг, хорошая обработка овала лица, средний, третий, а также ваши лобные части. Это физиотерапевтическая процедура, если нам нужно без каких-то оперативных вмешательств. Процедура будет очень комфортная. Поэтому субъективное ощущение у вас будет легкое покалывание и теплота. Никаких неприятных ощущений. Спасибо вам большое. Я рада, что узнала об этом аппарате. Медицинский центр лазерной и эстетической косметологии «Лакшери» для красоты и молодости лица и тела. Микротоки, безоперационная липосакция, лазерная система для омоложения кожи, эпиляции и удаления пигментации, вагинальное омоложение. Уфа, улица Софья Перовская, 52. Телефон 289-588-88. Регина, 24 года. Уже работаешь. На проект пришла, чтобы изменить себя, научиться каким-то премудростям, как ты говоришь. Я правильно понимаю, поскольку занимаешься танцами, стрип-пластикой и фитнесом, то научиться, видимо, кулинарии и модно одеваться? Да, и готовить я умею не очень хорошо. Регина Валеева, 24 года, руководитель компании по грузоперевозкам. Регина большую часть жизни посвятила своему обучению, развитию и самосовершенствованию. Именно этот факт и отбивал желание девушки вступить в брачные узы. Однако, как говорит сама Регина, природу не обманешь и чувство материнства все сильнее проявляется в ней. Уверена, что знания, полученные на проекте, непременно приведут ее в ЗАГС и обязательно с женихом. Был опыт отношений, которые не сложились. Почему они не сложились? Не сошлись характерами, основная причина. Так с человеком общаемся, человек очень хороший, добрый. Ты сказала, что тебе стало с ним неинтересно. То есть ты была инициатором разрыва отношений? В данном случае я. Что значит неинтересно, Регина? Какой был твой мужчина и какого ты хотела бы видеть рядом с собой? Ну, я бы хотела видеть более уверенного. Чем он занимался? Фотографией и... Фотографией. И, получается, программированием. Ты какой-то известный именно, какой-то известный фотограф. Ну, по-фей, да, известный. У меня сильное давление было, от которого я просто ушла. Какое давление? Что я должна делать. То есть он какие-то обязанности тебе, да, принимал, какие-то претензии? Какие? Что говорил? Вот должна то, все. Больше готовить, там, меньше скакать. Не краситься, да? Не работать. Я тогда еще не работала. Его кормить не надо было? Нет, нет. Он всегда, он щедрый был, но он хочет видеть рядом с собой более самостоятельную девушку. Такой бизнес, эдакой бизнес-файди, да? Да, я, может быть, такой стала, но не под давлением, не под чужим давлением. Тебе бы хотелось быть именно такой? Или вот как-то ты видишь себя несколько другой женщиной? Для меня идеальная женщина, это которая может в случае и зарабатывать, то есть быть жесткой, но с семьей, с детьми сидеть, кушать, готовить, создать уют, создать домашний очаг, куда захочется приходить. Ты же понимаешь, что то, что ты сейчас перечислила, по сути мужчины видят то же самое, да? Они называют идеальной женщиной или идеальной женой нечто подобное. Почему тогда у вас все-таки не сошлось? Разные люди? Разные люди, просто я более оптимистичная, человек был более пессимистичный. Какого мужчину ищешь? Щедрого, умного, верного, заботливого, богатого. Как говорят, таких не существует, по вашему запросу ничего не найдено. Человек, находясь со мной в отношениях, ничего не искал на стороне, чтобы ему хватало. Ну, это тебе сексуальные уроки, как раз ты, я думаю, пригодится здесь. Официальный партнер программы – сеть шикарных мебельных салонов. Салон мебели «Аллегро Стиль», улица Чернышевского, 104. Мебельный салон «Мебель Энсайд», улица Менделеева, 227. «Мебель Энсайд» предлагает комплексные интерьерные решения, включающие в себя мягкую мебель, гостиные, спальни, столы, а также множество аксессуаров. В наших салонах мы всегда даем уникальную возможность купить элитную мебель со скидкой. Мебель на распродаже очень хочет найти своего покупателя, а ее низкая стоимость связана с необходимостью пополнять салоны новыми коллекциями. Мебель от «Мебель Энсайд» станет красивой деталью, элегантно дополняющей уютную атмосферу вашего дома. Спешите! Ваша мебель ждет вас! Следовать моде смешно, а не следовать глупо. Это известное выражение Бернарда Шоу когда-то имело бешеную популярность. Однако с развитием домов высокой моды человечество усвоило, что встречает у нас все-таки по одежке. А вот одежку надо еще уметь подбирать. И именно поэтому мы последуем к модному эксперту Елене Щербатской, чтобы точно знать, что с чем совмещать, а главное, куда и как в этом выходить. Елена, ну в прошлый раз мы девочкам в прошлой программе подбирали луки европейские, чтобы на майские праздники у нас девочки, которые поехали отдыхать, отдохнули и смогли в костюмах подобранных, смогли не только днем погулять по набережной Куазет, но еще и с вечером сходили в ресторан или на любую другую официальную, так скажем, вечеринку. Вот сегодня мы чего будем делать на уроках нашего стиля. Елена Щербатская, владельца сети салонов Гранд Бутик, главный байер, стилист, модный эксперт, постоянный участник недели высокой моды в Милане и Париже. Эксклюзивный представитель в Башкортостане брендов Кристиан Диор, Сент-Лоран Париж, Живанши, Гуччи, Фэнди, Дольче и Габбана, Дискварет и Монклер. Итак, задание для первой команды – подобрать лук повседневный, кэжуал. Второй команде мне хотелось бы дать задание – подобрать кэжуал лук, но такой более элегантно-спортивный. И третьей команде задание – подобрать коктейльный лук. Алина, расскажи, почему подбираете вот эти джинсики? Неужели к вашему луку подходят джинсики? Ну, так как мне дали задание выбрать элегантно-спортивные темы, да? Спортивный не путайте с кэжуалом. Кэжуал – это не спорт. Нет? Или в вашем понимании кэжуал – это спорт? Так как мне добавили именно спортивный, то есть… То есть в вашем понимании ваш лук будет несколько спортивным, городским? Да. Сейчас очень актуальны цветы, потому что весна наступает, все расцветают, девушки расцветают. Я думаю, что самый расцвет весны – это именно месяц май, самый такой сладкий весенний месяц, и поэтому это платье самое то будет в месяце мая. Уважаемые мужчины, приглашайте наших девушек в ресторане. Вот они будут в прекрасных луках, в цветущем миндале. Хочу сказать, что есть и правильный выбор. Я вот вижу, что девушки выбирают. И есть не совсем… То есть они не понимают, что такое стиль, да? Я думаю, что где-то нужно будет обязательно пробежаться по стилям и объяснить. Я абсолютно соглашусь с вами с выбором вашего платья. Действительно, это платье Дольче Габбана. Оно очень подходит к постели, именно к выбору коктейльного платья, потому что это и есть коктейльное платье. С этим я абсолютно соглашусь. Спортивные предполагают то, что вещи должны быть удобные, комфортные. И, соответственно, вот я, конечно, знаю, что есть бега на каблуках, да, но в данном случае этот лук должен был быть однозначно на плоской подошве. Обувь должна была быть без каблука. С остальным, в принципе, я соглашаюсь. Мне нравятся эти сочетания. Джимсы подходят к этому стилю. Жакет тоже. И рубашка. Хочу сказать, что мне очень нравится то, что подобрала команда номер один. Это действительно сочетание классических цветов. Белый, черный, добавили, разбавили все в модной в этом сезоне яркой фуксии. Получился отличный, замечательный лук. Они выдержали все. Растерянность была во всем, потому что нас несколько человек, мы друг друга еще не совсем знаем. Большое спасибо Елене, она и нас на прошлом занятии научила чему-то. И мы как-то пришли к консенсусу. Кто-то шарфик, кто-то ботильоны. Опыт огромный. Спортивная, значит, должна быть удобная обувь, удобные брюки. Ну, а вверх мы сделали элегантный биджачок и такую удобную рубашку. У нас самая большая трудность была в подборе обуви и аксессуаря, то есть сумочки. Хотели сделать ставку на яркий акцент на желтые туфли. У нас было черное платье, соответственно, желтую сумку. И провалились. Да, но как оказывается, что для похода в ресторан все-таки лучше ставить на классику. И поэтому классические черные туфли и клач. Дорогие участницы, я хочу поблагодарить вас всех, потому что действительно вы все старались, я видела. У всех, конечно, были такие немножечко лица удивленные и не знали, что делать. Но в итоге получилось все очень здорово. Вы молодцы. Наши занятия не проходят для вас даром. Партнер проекта – сеть салонов одежды и обуви Гранд Бутик. Гранд Бутик представляет новые коллекции сезона «Весна-лето-2014». Все самое яркое, модное, стильное в салонах Гранд Бутик. Встречайте весну вместе с нами. Гранд Бутик. 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 Субтитры делал DimaTorzok Уотман, клуб Магнолия, кабаре Старикоза, фитнес-клуб Orange Fitness, компания проката эксклюзивных лимузинов «Лимузенок», имидж-студия NICE.